Россия наступает на Харьков, но только в Телеграм. Хотя ситуация действительно серьезная. Венгрия сближается с Китаем без России и соглашается на мирный план. Наш голос, голос Венгрии, звучит в Европе одиноко. Сегодня Европа на стороне войны. США анонсируют новый пакет вооружения для Украины. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал и не забывайте про кнопку суперспасибо. Так вы можете нас поддержать. Поехали. Зеленский не утратит легитимности после 20 мая, говорит министр юстиции Украины. Говорит, полномочия президента продлеваются до избрания следующего президента. Ну а пока во время войны это практически невозможно. Многие нормы Конституции сформулированы таким образом, чтобы тот, кто хочет найти к чему придраться или на чем-то построить какую-то теорию заговора, то он это найдет. Поэтому стоит ожидать много шума и крика, особенно основываясь на том, что авторы-разработчики Конституции мало верили в реалистичность полномасштабной войны с участием Украины и поэтому достаточно неуклюже повели себя относительно соответствующих норм, которые прописаны в Конституции. Министр говорит, что все, что касается военного времени в Конституции, прописано, мягко говоря, не идеально. Поэтому оставляет пространство для кривотолков. Этим, к слову, очень умело пользуется российская пропаганда, которая говорит о будущей нелегитимности президента Украины. Не только в Украине об этом говорит, но и за ее пределы. Главное управление украинской разведки предупреждает о вероятных российских провокациях. Скорее всего, об этом тоже. Попытки российских информационных компаний с использованием разъединяющих общества политических лозунгов паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской России. Оккупанты прекрасно умеют пользоваться массовыми мероприятиями, манипулировать эмоциями и смешивают правду с враньем. Наступление на Харьков началось, пишут российские телеграм-каналы. Правда, говорят, что это только подготовка к штурму и зачистка приграничной территории. Пишут даже, что возле Волчанска в Харьковской области уничтожаются мосты и переправы от Волчанска до Харькова около 70 километров. И действительно, украинские телеграм-каналы подтверждают обстрелы Волчанска с самого утра Харькова. Министерство обороны Украины тоже подтвердило эту информацию. Опять же, про Волчанск и снова российские каналы пишут, что там объявлена эвакуация. Информация может изменяться и, скажем так, в ближайшие дни. Но, опять-таки, оперативное разворачивание рупировки занимает как минимум две недели. Поэтому, соответственно, ситуация мониторится как средствами технической разведки, оперативной разведки, спутниковой разведки. То есть, все возможные способы получения объективного характера информации. Интенсификация ударов по приграничным районам Харьковской области – это попытки российских оккупантов создать панику, хаос и недоверие к действиям центральных органов власти. В Украинском центре противодействия дезинформации пишут о том, что россияне действительно могут создать дестабилизацию в приграничье, но силы обороны контролируют ситуацию. Эти действия предсказуемы. Ресурсы у врага есть для обострения приграничья, о чем раньше говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме. К тому же в Россию и, скорее всего, к командованию возвращается Сергей Суровикин. Днями видео с ним опубликовали в телеграм-каналах, где ему пророчат должность заместителя Шайгу. Обе стороны сходятся в том, что обстрелы на Харьковском направлении усиливаются. Разъяснить ситуацию на Харьковщине мы попросили военного эксперта Дмитрия Снегирева. По данным Главного управления разведки Министерства обороны и западных разведцев общества на территории российского приграничья не создана ударная группировка, которая бы свидетельствовала о соответствии ее контингенту вторжения. То есть не зафиксировано перемещение личного состава, формирование полевых водов СБК и, главное, развертывание полевых госпиталей. Вот эти три основные признака, которые свидетельствуют о разворачивании, соответственно, оперативном разворачивании группировки для продвижения вглубь украинской территории. То, что происходит сейчас, это попытка отвлечь усилия Генерального штаба Вооруженных сил Украины на возможные сценарии сбоку Российской Федерации. То есть речь идет о том, что за задумом россиян Генштаб Вооруженных сил Украины должен был реагировать на подобные факты путем передислокации оперативных резервов с основных направлений фронта. Масштабный протест польских фермеров в Варшаве. В польской столице заблокирован ряд улиц. Протестующие пришли к парламенту и требуют встречи с премьер-министром. Еще они хотят отступить от требований европейского зеленого курса и провести референдум по этому поводу. Группа фермеров из Национального фермерского союза ОРК, созданного две недели назад, накануне вошла в парламент по приглашению депутатов от оппозиционных партий ПИС и Конфедерация. Протестующие потребовали встречи с премьер-министром Туском и заявили, что не покинут парламент до этой самой встречи и не исключают возможности голодовки. В данный момент мы ждем, что представители гражданской коалиции придут к нам для разговора в этом коридоре и скажут нам, в какое время мы можем встретиться с господином Дональдом Туском. Важно, чтобы проблема зеленой сделки и неконтролируемого притока товаров из Украины была решена. Мы не спорим о том, кто будет представлять нас здесь, кто будет стоять перед камерой. Мы не хотим устраивать здесь шоу. Мы хотим решения проблем. Протесты действительно заблокировали ряд улиц в Варшаве, но в целом прошли более-менее спокойно. Венгрия поддерживает мирную инициативу Китая, направленную на прекращение войны в Украине, заявил премьер-министр Виктор Орбан в совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Будапеште. «Наш голос, голос Венгрии, звучит в Европе одиноко. Сегодня Европа на стороне войны. Единственным исключением является Венгрия, которая выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры, поддерживая все международные усилия, ведущие к миру, включая китайскую мирную инициативу, представленную председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы, венгры, убеждены, что этот конфликт, эту войну невозможно решить на поле боя». «Всеобъемлющее стратегическое партнерство теперь между двумя странами, и это означает, что друзья России и без России продолжают курс на сближение». Китай высоко ценит твердую приверженность Венгрии политике «Единого Китая» и будет продолжать поддерживать Венгрию на пути экономического развития в соответствии с ее национальными интересами. Обе стороны согласны с сотрудничеством в рамках инициативы «Пояс и путь», и стратегия Венгрии по открытию Востока совместима с ней. «Такими экономическими связями есть открытие заводов, которые осуществляют сборку китайских электромобилей. В целом Венгрия и Китай подписали 18 договоров о сотрудничестве». США анонсируют новые поставки вооружений для Украины в ближайшее время. Об этом на брифинге заявил представитель государственного департамента Мэтью Миллер и пообещал, что больше информации будет в ближайшее время. Кроме того, несколько установок «Хаймарс» пообещали закупить в Германии, а президент Румынии пообещал обсудить закупку системы «Патриот». О том, насколько это сильно повлияет на систему украинской противовоздушной обороны, мы поговорили с экспертом Дмитрием Снегиревым. Второй вопрос – это уже логистика, то есть время доставки данной военно-технической помощи. Но на данный момент мы можем говорить о том, что все заявления в западной СМИ о том, что военно-техническая помощь со стороны Соединенных Штатов прибудет к концу текущего года, не отвечает действительности. Как видим, заявления официального Пентагона, официальных представителей Белого Дума идут в разрез соответственно с статьями в американской прессе о замедленном характере предоставления Украины военно-технической помощи. Но речь идет о том, что не только Соединенные Штаты предоставляют Украину военно-техническую помощь. Это в первую очередь и Великобритания, которая заявила о том, что будет уже с этого года выделять украинской стороне порядка 3 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно на расширенный характер военно-технической помощи нашей стране. Это соответственно и Федеративная Республика Германия, которая на 2024 год передаст вооруженным силам Украины военно-технической помощи на рекордную сумму более 6 миллиардов евро. Напоследок немного экономики от экономического эксперта Александра Лукашенко. Экспертная оценка в основном заключается в том, что доллар вообще бумажка, евро обязательно упадет. Вот-вот обрушится доллар. Если доллар обрушится, что произойдет? У них же на бумажке вся экономика. Надо, напечатали доллары. Говорят, если много денег, инфляция. Плевать, инфляция на нас ложится. И вот они этого больше всего боятся. Я же вам проводил пример. У них с этим друзей нет. Вы помните, Европа свою валюту ввела, евро. Нормальная, крепкая валюта. Для нас, как и для всего мира, что евро, что доллар, одно и то же. Ну, было до санкций. Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Белоруссии и России. Это во многих странах. Особенно после разговора о том, что у России украдут это все, золотовалютные активы, которые они хранили на Западе. Я говорю, потому что я со многими лидерами разговаривал. Они говорят, ну, если у ядерной державы. Если с ней так, то что с нами будет? Плюс к тому, тоже об этом говорил, они объединили Китай, против которого борется. Для них главный соперник с мощной ядерной державой России. Будет ли писать диссертацию по этой теме Лукашенко, пока не ясно. Но научную составляющую в этом нашел другой, не менее компетентный эксперт Григорий Азаренок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, вашим донатам и спонсорству. И благодаря тому, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо». Тем самым поддерживайте нашу работу. Не забывайте, что мы можем существовать только благодаря вашей поддержке. YouTube практически не монетизирует наше видео. Ну и ваша поддержка заключается также и в лайках, комментариях и в том, что вы делитесь нашими видео. Подписывайтесь на наши каналы, это тоже очень важно. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok